Вести Карачаева Черкесия В Карачаево-Черкесии приняли законопроект для недопущения ДТП с участием бродячего скота. В республике наметилась стабилизация эпидемической ситуации по коронавирусу. 5 из 12 муниципалитетов полностью свободны от COVID-19. И порядка 10 торгово-остановочных комплексов в столице Карачаево-Черкесии до 1 сентября этого года планируется оформить в едином стиле. Далее подробнее об этих и других темах. Председатель правительства Карачаево-Черкесии Мурат Аргунов принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России, которое состоялось под председательством вице-премьера Марата Хуснулина. Участники мероприятия обсудили вопросы реализации национальных и федеральных проектов и рассмотрели заявки субъектов страны на финансирование проектов по строительству, реконструкции и модернизации инфраструктуры за счет средств Фонда национального благосостояния. На территории Карачаево-Черкесии в условиях заемного финансирования с участием средств Фонда планируется реализация проекта «Модернизация системы теплоснабжения в правокубанском городском поселении Карачаевского района». В частности, предполагается строительство новой котельной и замена тепловых сетей. Правительство России одобрило заявку Карачаево-Черкесии на привлечение инфраструктурного бюджетного кредита на реализацию проекта по развитию туристко-рекреационного комплекса «Дамбай» до конца 2024 года. В частности, планируется строительство и реконструкция горнолыжных трасс общей протяженностью более 17 км, в том числе более 1 км новых и более 16 км реконструируемых трасс. Кроме того, по проекту развития курортной зоны в «Дамбай» запланировано строительство сооружений инженерной защиты. Более 12 тысяч детей из Карачаево-Черкесии смогут отдохнуть в этом году в пришкольных и оздоровительных лагерях на территории региона. Благодаря отмене антиковидных ограничений в этом году в лагерях планируется стопроцентная загруженность. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Республики Лейла Атаева. Начало летней оздоровительной кампании мы планируем на 1 июня. В течение лета будут организованы 5 или 6 смен продолжительностью по 14 дней. И в загородных лагерях у нас их будет 6. Плюс мы запустим работу лагеря палаточного типа. И остальные детки у нас будут отдыхать, как всегда, летом в школьных лагерях. Планируем охватить, я думаю, чуть больше 12 тысяч детей в этом году. Министерство образования и науки Крачево-Черкесской Республики по приказам об обеспечении комплексной безопасности в школьных лагерях дневного пребывания, в целях обеспечения этой безопасности, начальникам муниципальных органов управления образованием, предписывает создать условия для безопасности жизни и здоровья детей. Вчера состоялась 38-я сессия Народного собрания Республики, на которой было рассмотрено 15 вопросов. В ряд региональных законов внесены изменения. Во втором чтении принят актуальный законопроект о внесении изменений в республиканский закон о порядке выпаса содержания и прогона сельскохозяйственных животных. Теперь администрации муниципальных образований будут проводить регистрацию животных по хозяйственной книге на основе сведений, предоставляемых владельцами животных. Собственники животных должны идентифицировать животное любым возможным способом. В 22-й российской выставке племенных овец и коз, которая проходит в эти дни в Волгограде, принимает участие делегация Карачаева-Черкесии во главе с министром сельского хозяйства Анзором Буташевым. На выставке представлено свыше 300 голов племенного поголовья овец и коз, перспективные зарубежные и отечественные породы, селекционные достижения последних лет. Карачаево-Черкесию представляют три племенных хозяйства – Икар, Махар и Эспоказаря. Карачаева-Черкесия стала одним из 22 регионов России, где в нынешнем году на базе ДОСААФ начнет работу круглогодичный центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». В центре будут проходить пятидневные учебные сборы, участники которых смогут познавать основы военной службы, а именно тактической, огневой, строевой, физической и военно-медицинской подготовки, а также правила радиационной, химической и биологической защиты. В административно-учебном корпусе будут жилые модули на 60 курсантов, столовая, медицинско-бытовое и спортивные комплексы. Ожидается, что к учебным сборам будут привлекаться старшеклассники, а также учащиеся колледжи и профтехучилищ. Об этом рассказал министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов. Центр будет осуществлять свою деятельность по нескольким направлениям. Это военно-патриотическое воспитание, конечно же, затем, помимо этого, это подготовка к военной службе, также, помимо этого, развитие способности технического и художественного творчества, также, помимо этого, конечно, это еще и физическое развитие. Следует обратить внимание на то, что он будет осуществлять свою деятельность на регулярной основе, и целевые показатели, которые перед нами поставлены главой Карачаева-Черкесии Рашидом Борисовичем, тем резом, это минимум 900 человек в год. Это школьники Карачаева-Черкесской республики 9-10 классов, чтобы принять участие в деятельности учебно-методического военно-патриотического центра «Авангард» на территории Карчаевской Республики именно с точки зрения школьника. Механизм следующий. Первое. Управление образованием районов, муниципальных районов и городов Карчаевской Республики направляет заявки с отражением количественных показателей в адрес учебно-методического военно-патриотического республиканского центра «Авангард». Далее, в зависимости от имеющихся квот, отбираются участники, которые в рамках деятельности этого центра проходят образовательный процесс. Порядка 10 торгово-остановочных комплексов в столице Карачаево-Черкесии до 1 сентября этого года планируется оформить в едином стиле. Этот вопрос обсудили на встрече представителей администрации Республиканского центра и арендаторов торговых площадей, расположенных на остановках общественного транспорта. Проект типовых торгово-остановочных комплексов разработан по поручению мэра города Алексея Баскаева. В Карачаево-Черкесии в текущем году будет построено 4 дома культуры в рамках реализации национального проекта «Культура». Новые объекты будут построены в селах Маруха и Первомайское, а также в поселке Дамбай и ауле Малозеленчук. Пройдет реконструкция двух детских школ искусств, одна из которых расположена в Черкесске, другая в ауле Псыш. В настоящее время в школе искусств республиканской столицы строительные работы идут полным ходом. Здесь уже завершены кровельные, облицовочные, отделочные работы и закончен ремонт фасада. Помимо этого запланирован капитальный ремонт двух учреждений культуры – Центр культуры и досуга в Узюгутинском районе и Дворца культуры в станице Зеленчукской. Жители Карачаево-Черкесии смогут сами определить список территорий, которые, по их мнению, в первую очередь нуждаются в благоустройстве. Для этого достаточно зайти на платформу за.городсреда.ру и отдать свой голос за объект в рейтинговом голосовании. Подробности сообщила заместитель министра строительства ЖКХ республики Зульфира Бачаева. По городу Черкесску мы на следующий год будем отбирать вот из двух одну территорию. Это либо аллея подаватора, либо лестничный спуск на Зеленый остров. По городу Карачаевску отбираем дизайн проект улицы Мира. По городу Узюгута будут выбираться из двух скверов один. Либо по Морозово, либо по Первомайской. Вот два сквера выставлены. Тоже посмотрим, за какой из них жители будут отдавать свои голоса. И в Медногорском детский парк по Парковой улице. И также аллея по улице Бардина. В Карачаево-Черкесии наметилась стабилизация эпидемической ситуации по коронавирусу. Пять из 12 муниципалитетов региона полностью свободны от COVID-19. В частности, вирус полностью отступил в Адыгехабльском, Ногайском, Зеленчукском и Карачаевском районах. А также в Карачаевском городском округе, где нет новых случаев инфицирования и больных, которые находятся под наблюдением. Снижение заболеваемости в первую очередь является свидетельством высокого уровня вакцинации от COVID-19, который составляет 77,5%. В регионе по-прежнему период наивысшей активности клещей. Официально зарегистрировано 56 случаев укуса, 25 из которых дети до 14 лет. Больше всего пострадавших зарегистрировано в Черкесске. Региональное управление Роспотребнадзора напоминает, что с повышением среднесуточных температур воздуха начнется повсеместная активизация клещей и их массовое нападение на животных и человека, в связи с чем необходимо соблюдать меры профилактики. Вчера в Республике с экзаменов по химии, литературе и географии начался основной период ЕГЭ 2022 года. Экзамен сдали 550 участников. Было задействовано 8 пунктов проведения экзаменов. А экзаменационная работа состояла из двух частей, включающих 34 задания. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 10 июня. 29 мая в 19 часов в амфитеатре парка культуры и отдыха «Зеленый остров» состоится концерт «Мировые хиты» Камерного оркестра Государственной филармонии Карачаевой Черкесии. В нем примут участие приглашенные звезды, заслуженная артистка Карачаевой Черкесии Мария Налботова, султан Батчаев и солистка Государственной филармонии Ставрополя Валерия Петина. О предстоящем событии расскажет дирижер Камерного оркестра Марат Гидеев. Это повторный концерт. Первый концерт проводили 19 марта. Он прошел с большим успехом, был полный зал. Многим очень он понравился, и поэтому по многочисленным просьбам наших зрителей мы его повторяем. Мы повторяем его уже в амфитеатре, поэтому мест билета будет еще больше. Те, кто в прошлый раз не успел купить билет, не успел посетить его, вы можете прийти. Будет очень интересное свето-звуковое шоу. Мы будем играть саундтреки из всеми любимых фильмов, сериалов, таких как «Пираты Карибского моря», «Игра престолов». Приходите, уверяю вас, не пожалеете. Онлайн-приемная пенсионного фонда страны ответит на все вопросы по новой выплате на детей от 8 до 17 лет. Об этом рассказала руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесии Анна Шаганова. Если у вас есть вопросы по новой выплате для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет или вы получили решение, но не согласны с ним, напишите в онлайн-приемную ПФР. Ссылка на онлайн-приемную размещена на официальном сайте Пенсионного фонда России. Все поступающие вопросы по новой выплате рассматриваются в течение пяти рабочих дней. Если вы не согласны с решением, сообщите об этом в Пенсионный фонд. Специалисты еще раз рассмотрят ранее направленное заявление с учетом ваших аргументов и перепроверят данные, поступившие от других ведомств. Обратиться по вопросам о выплате можно также на горячей линии региональных отделений Пенсионного фонда или через единый контакт-центр по номеру 8 800 600 400, который работает в режиме 24 на 7, то есть ежедневно, в том числе в праздничные и выходные дни и круглосуточно. Звонок по России бесплатный. Архысская сосна, которая уже без малого два века снова борется за звание Российское дерево года. Проголосовать за дерево можно на сайте всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы» до 1 августа. Об этом расскажет советник министра природных ресурсов и экологии Медина Буташева. Архысская сосна снова борется за звание Российское дерево года. Проголосовать за 200-летнее дерево можно на сайте всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы» по ссылке rozderevo.ru в период с 1 мая по 1 августа 2022 года. Сосна обыкновенная высотой 30 метров растет на поляне Таума в окрестностях села Архыс. Конкуренцию нашему дереву составляют 60 деревьев из различных регионов страны. Все деревья-участники занесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Мы призываем всех жителей Карачаева Черкесской Республики, патриотов и истинных ценителей, любителей родной природы, принять участие в выборе российского дерева 2022 года. Номер Архысской сосны на сайте для голосования 22. Республиканская детская библиотека имени Сергея Никулина приглашает сегодня всех желающих в 16.00 стать участниками библионочи «Традиции народов Российской Федерации». В этом году мероприятие посвящено Году народного искусства и нематериального культурного наследия России и столетию образования Карачаева Черкесии. Об этом рассказала заместитель директора библиотеки Ольга Каргинова. Посетители библиотеки в этот вечер ждет интересная разнообразная программа. Это будут традиционные для библиотеки познавательные мероприятия, а во-вторых, разнообразные мастер-классы. Заслуженного художника Карачаева Черкесии, скульптора Аминат Алиевой, хореографа заслуженного артиста Алексея Багаева, студентов отделения декоративно-прикладного искусства колледжа культуры и искусств имени Даурова. Мастер-класс по робототехнике специалиста центра By Smart School. Дети смогут порисовать песком, мастер-класс песочное шоу. Нетрадиционная техника раскрашивания флага. Кроме того, смогут познакомиться с работами фотохудожника Андрея Николаевича Пинкина «Знакомьтесь, Карачаева Черкесия». Для желающих запечатлеть себя на память в этот вечер будет оформлена фотозона. Мы ждем всех желающих с 4 часов по адресу Международная 85. На федеральной автодороге Черкесск-Домбай произошло ДТП с участием «Шевроле» и «ВАЗ», в котором погиб 21-летний житель Усть-Джугуты. Водитель автомашины «Шевроле» Лачети, 33-летний житель Дагестана, при развороте на федеральной автодороге не предоставил преимущества в движении транспортному средству, из-за чего водителем машины «ВАЗ-2114» 21-летний молодой человек допустил столкновение с «Шевроле». В результате аварии от полученных травм парень скончался на месте происшествия. А водитель «Шевроле» и пассажиры обеих машин с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в реанимационное отделение медицинских учреждений Усть-Джугуты и Карачаевска. Сегодня в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» Черкеска состоится чемпионат Северокавказского федерального округа по воркауту и стритлифтингу. Состязания пройдут в трех номинациях – воркаут статика, стритлифтинг и воркаут фристайл. Будут соревноваться спортсмены из всех регионов Северокавказского федерального округа. Кроме того, для участников и в том числе для зрителей будут проведены розыгрыши, тематические образовательные лекции и мастер-классы. Проект чемпионата СКФУ по воркауту стал победителем молодежного форума «Машук-2021». В Осентуках прошел чемпионат Северокавказского и Южного федеральных округов по баскетболу среди женских и мужских команд. Наша мужская команда заняла почетное третье место, а женская досталась первая ступень педестала. Мужская команда в игре за третье место держала верх над сборной Нальчика – прошлогодними победителями чемпионата СКФУ и ЮФО. А женская команда провела финальный матч за первое место с командой «Спарта-Краснодар» и буквально в последние минуты матча вырвала победу у соперниц. По итогам состоявшейся игры лучшим нападающим чемпионата среди женских команд признана игрок нашей команды Наталья Лисовая. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии небольшая облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-25, в горах до 16 градусов. В горах Карачаево-Черкесии свыше 3000 метров лавина опасна. В Черкесии без осадков ветер западный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 24 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Уважаемые граждане! Доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!